Владимир Владимирович, у меня большое предложение к вам. Разрешите иностранцам, которые разделяют наши ценностей и которые мечтают переехать в Россию, сделать все это просто и быстро. Я даже предлагаю такое новое русское слово «импатриация». Это означает переезд на постоянные местожительства в России на основании культурных, традиционных и семейных ценностей. И все это было бы выгодно для России, поскольку люди принесли бы новые навыки, это были предприниматели, это была населенная страна, это был дополнительный вклад в экономику. И квалифицированные дополнительные люди. Я даже предлагаю создать специальную организацию индивидуального сопровождения, обеспечение услуги, то есть культурной, трудовой и социальной услуги для людей, которые хотят переехать сюда. И даже предлагаю организовать дистанционное информирование через интернет-платформу для импатриантов о возможностях переезда в Россию. Владимир Владимирович, я лично готова в этом помогать и получить российское гражданство, чтобы построить свою дальнейшую жизнь в этой прекрасной стране, в России. Спасибо вам большое. Можно пару уточняющих вопросов? Конечно. Вы сказали, что влюбились в Россию. Да. И все? Больше ни в кого не влюбились? Просто, если так, все будет совсем просто, будет легко все сделать. Нет, на первое место, конечно. Странно. Такая красивая девушка. До сих пор ни в кого не влюбились. Вот. Но вас наверняка уже влюбились. Это сто процентов. Даже в ходе вашего выступления здесь много таких в зале. А вы откуда из Италии? Из какого? Я из региона Милана. Из Милана? Да. Север Италии? Да, правильно. Это хорошее место. Промышленно развитый регион Италии. Ну, Италия всегда нам была близка, потому что… Я помню, как я приезжал в Италию, как там встречали люди в некоторых местах совсем. Как дома себя чувствовал, это точно. Ну, Милан – это такая трудовая провинция Италии. Промышленность развита хорошо. И то, что вы сейчас сказали о том, что вы разделяете и наши морально-нравственные, традиционные ценности. Вот это то, как раз, о чём я говорил. То есть эти ценности не только наши. На самом деле они и в Европе. Многие люди придерживаются именно таких ценностей. Поэтому это здорово. Только как идея хорошая – ориентироваться на традиционные нравственные ценности при приёме людей, которые хотят у нас здесь жить. Только как определить, каких реальных ценностей человек придерживается? Это главная роль должна сыграть миграционная служба. Это должны быть специалисты, которые поняли очень хорошо, кто перед ними, чем занимаются эти люди. И по каждому дать направление, как могут эти люди жить комфортно и удобно здесь, в России. Но по поводу ценностей, как понимать, если эти люди разделяют эти ценностей? Вопрос. Я не эксперт, я не работаю в миграционной службе, но надо понимать, что такие ценносты, что предлагает Россия. Например, я могу дать примеры. В России есть толерантность. Россия сохраняет… Россия – это многонациональная, многорелигиозная страна. А сейчас, я могу сказать на Западе, потому что я там жила, в Италии, сейчас очень трудно найти страну, где разные народы живут дружелюбно, вместе. Это уже ценность, которую Россия хотят сохранять. Второе. Сейчас очень распространён гомосексуализм, трансгендер. Это новые ценносты. И люди, которые прекрасно понимают, что это нетрадиционные ценносты, это не семейные ценносты, они хотят сохранять свои убеждения, но они находятся в недружебном окружении. И поэтому они думают, где я могу чувствовать себя защитным. А ответ на этот вопрос есть – это Россия. Я понял, Ирэн. Садитесь, пожалуйста. Тут как-то неудобно с вами разговаривать, когда вы сидите. Садитесь, пожалуйста. Предложение очень хорошее. Для нас это очень актуально. Ну, собственно говоря, так же, как для любой страны, в том числе и в Европе, в чём Ирэн, безусловно, права, что у нас люди разных национальностей проживают. 190 этносов, 190 разных конфессий. Вот четыре традиционных, но не только четыре. У нас больше, на самом деле, конфессий. И в целом все себя чувствуют комфортно. Это правда. У нас, кстати говоря, мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут, взрослые люди, как хотят. Никто их ни в чём не ограничивает. Но, что касается детей, я уже много раз говорил, детей не трогайте. Вот и всё. Это первое. А второе, мы всё-таки, прежде всего, государство ориентируется на традиционные ценности. Вот и всё. Здесь вы абсолютно правы. Для того, чтобы определить, что за люди к нам приезжают, конечно, здесь нужен выправый рынок, нужен индивидуальный подход. И наши миграционные службы пока до этого, конечно, не доросли. Это очевидно. И здесь есть над чем работать. Здесь разные идеи есть. Что касается репатриации. У нас такой термин, такого юридического раньше не было. Сейчас у нас появился этот термин и расписано, кого можно признавать репатриантами. Там четыре или пять позиций. Пять, по-моему, или может шесть. Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали, но это есть. Но вот такие нужные, безусловно, нам специалисты, как вы, в эту категорию не попадают. Но что нам точно нужно, нам нужны высококвалифицированные специалисты. И здесь точно совершенно нам нужно ориентироваться и наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство, на работу, на жительство вообще приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации. И, безусловно, мы будем ориентировать и создавать миграционные службы. Здесь есть определённые мысли, идеи сейчас. Но я услышал, что вы сказали. Вы как бы в десяточку попали ещё с точки зрения того, что эта тема очень актуальна для России, потому что существует ещё такое понятие, как трудовая миграция. Но и здесь нам очень многое нужно сделать. У нас потребность на рынке труда для работодателей. Вот Александр Николаевич Шохин, который возглавляет крупнейшую нашу ассоциацию предпринимателей, подтвердит, на рынке труда не хватает двух с половиной миллиона человек. И это то, что сейчас бизнес наш готов предложить. Это в два с половиной раза превышает уровень безработицы. Безработных у нас по официальным данным где-то 450 тысяч, 460 тысяч, а не хватает два с половиной миллиона. Прямо сейчас строительный сектор, промышленность и так далее прямо сейчас сотнями тысяч готов прямо сейчас брать. Но и здесь нам нужно соответствующую работу проводить. И она должна быть качественно улучшена. Нам нужно работать с теми людьми, которые хотят приехать ещё в тех странах, откуда они хотят приехать. Нам нужно добиться того, чтобы, безусловно, соблюдались этими людьми наши законы, традиции. Причём даже в региональном разрезе традиции тех регионов, куда люди приезжают, чтобы язык учили и так далее. Здесь огромная, огромная, огромная работа. Конечно, самый лучший способ решения всех проблем, особенно в области трудовых отношений и решения проблемы дефицита рабочих рук, это повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране. Это совершенно очевидно. И поэтому по пути, по этой дороге мы тоже, безусловно, идём и будем наращивать здесь деятельность государства по поддержке семьи, детства, материнства. Это уже как бы отдельная тема, но всё это близко между собой связано. Идея ваша правильная. Я вас благодарю за эту подсказку. Будем двигаться в этом направлении. А вы где хотели бы в будущем, если так сложится, и ваше мнение не изменится, ваша позиция, и вы хотите остаться в России, вы где хотели бы найти себя, работать? Ну, ещё рано, но я хочу связаться с своей жизнью, с развитием и улучшением России. Потому что Россия мне дала много, очень много. И я хочу поблагодарить эту страну и конкретно реализоваться и помогать её, ей. Позвольте пожелать им успеха. Мы тоже в этом заинтересованы. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.